Восьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 2197. «Были ли какие-то пожелания от вашей общины архиерейскому собору Русской Православной Церкви за рубежом, к которой вы относитесь?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Никто, конечно, как и всегда в православии, к простому человеку не будет прислушиваться, но мы послали свое пожелание. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие наши архипастыри и весь Священный Собор, обращаемся к вам с просьбой по поводу возможного объединения нашей зарубежной Церкви и Церкви Московской Патриархии. У нашей Церкви появилась уникальная возможность сказать на всю Россию о Христе, о необходимости покаяния и жизни по Евангелию. Вы можете сказать о необходимости возрождения не внешних атрибутов православности в России, что происходит до сих пор, а о необходимости евангелизации, проповеди, покаяния и жизни во Христе, о чем Россия из уст православных пока не слышала. Окажетесь ли вы, наши архипастыри, на высоте своего положения, преемников святых апостолов, или это общение обернется очередным позором зарубежной Церкви, это в основном зависит от вас. Да поможет вам Христос. Мы желаем единства, при котором возможно было бы совместно молиться и проповедовать Евангелие для спасения душ всех слышащих. Но, как мы все знаем, есть две важнейших причины нашего разделения с московской патриархией – ее экуменическая деятельность и ее подчиненность государственной власти. Московская патриархия безнадежно скомпрометировала себя молитвенным общением с самыми разными религиозными течениями, даже не христианскими, поэтому до тех пор, пока она однозначно не откажется от членства в экуменических организациях, наше общение с ней невозможно. То же самое касается и принципа декларации митрополита Сергия Острогородского, ибо несмотря на то, что церковь страдала от произвола светской власти и при царях, но там они хоть формально считались православными, здесь же мы видели покорность власти, граничащую с вероотступничеством и полную самой бессовестной лжи. Если патриархия не откажется от этого принципа, то при всем желании мы не сможем быть с ней в единой церкви. А о том, как она себя ощущает, мы можем судить и следующего. Уже в этом 2003 году в Дивеево патриарх сравнивал присутствие президента Путина на торжествах с присутствием государя Николая II сто лет назад и истолковывал это как знак единства церкви и власти. Очень странно слышать такие слова о президенте, которые будто бы и исповедуются, и причащаются, и в то же время участвуют в иудейских праздниках, возжигая их ритуальный семисвечник. Поэтому и здесь должно четко и недосмысленно отмежеваться от покорности властям в вопросах веры и церковного управления, а без этого церковь останется просто инструментом в руках государства. Если вышесказанное будет исполнено, то не будет уже никаких формальных причин для разделения, и молитвенное общение с ними в таинствах будет возможным, и мы должны будем этому покориться. Хотя для российских приходов и общин, которые войдут в московскую патриархию, это будет разгромом, так как бессовестный произвол их архиереев у нас перед глазами каждый день. Единственное, на что еще хотелось бы обратить внимание. В нашей зарубежной церкви, если даже нарушаются церковные каноны, но всюду и везде говорится о необходимости их исполнения. Из личного же общения с епископами и священниками московской патриархии мы знаем, что большинство из них прямо говорит о том, что каноны устарели, и исполнять их не нужно. Поэтому шагом на пути к возрождению России должно быть совместное исповедание незыблемой верности апостольским правилам, правилам вселенских поместных соборов и святых отцов. Без этого любое единство будет лишь объединением для дальнейшего совместного разложения и отступления. Мы желаем собору, чтобы его решения были вдохновлены Духом Святым, проникнуты Духом верности Христу и Евангелию. Да поможет вам Господь, которому слава вовеки. Аминь. Барнаульская крестовозвиженская община. Барнаульская крестовозвиженская община.